Фармакологические новинки, инновационные технологии получения питьевой воды – это лишь некоторые разработки приморских ученых. Однако на воплощение большинства из них усветил науке банально нет средств. И качественные отечественные открытия могут так и остаться, либо в стенах Дальневосточной Академии Наук, в то время как государство оплачивает поставку тех же лекарств из других стран, либо в лучшем случае найти применение у более прозорливых инвесторов за рубежом. Все-таки хотелось бы, чтобы научные достижения и особенно законченные разработки быстрее доходили до людей. Это, мне кажется, важным, и тут необходимо взаимодействие с бизнесом. Для того, чтобы привлечь внимание бизнесменов к отечественной науке и показать потенциально выгодные сферы для финансирования, на общую встречу пригласили и ученых, и крупных предпринимателей. Дискуссионной площадкой стал научно-образовательный комплекс «ДВО-РАН» или, проще говоря, «Приморский океанариум». Цель мероприятия – установить между наукой и бизнесом диалог и добиться, чтобы каждая сторона услышала потребности друг друга. Где бизнес и наука могут взаимодействовать? Только инновационная экономика может стать главным двигателем успеха экономики страны. В России долгое время наука развивалась обособленно, и предприниматели не обращали на нее никакого внимания. Сегодня разработки ученых – это принципиально новая, незанятая ниша. Стоит отметить, что за открытиями Дальневосточной академии наук пристально следят и иностранные инвесторы. Я отслеживаю инновации в области обработки бриллиантов, и, должен сказать, они появляются в больших количествах. И все эти инновации мы стараемся применять в своей компании здесь, во Владивостоке. По словам самих же ученых, финансирование научной деятельности – всегда некий риск для бизнесменов. Никто не гарантирует предпринимателю, например, успех новых медикаментов, вложив он свои деньги в их разработку. Вдобавок, инвесторы хотят получать прибыль сразу, а научный бизнес – это скорее доход в долгой перспективе. Тем не менее, многие предприниматели понимают свою роль в развитии научных разработок. Наука, она заканчивается на том, что делает опытный экземпляр и описывает какое-то явление, событие или какой-то инструмент. А бизнес, он как раз финансирует развитие дальнейшее – технологическую часть разработки конструкции и запуск производства. Сегодня задача приморских ученых – познакомить потенциальных инвесторов со своими исследованиями и разработками. А задача бизнесменов – предложить взаимовыгодные условия сотрудничества такого продуктивного альянса. В этом зале как раз сейчас проходит первый на Дальнем Востоке диалог между учеными и бизнесменами. Научные разработки нам пока не раскрывают. Но кто знает, может именно эта встреча станет исторической. И именно с нее начнется инновационное развитие бизнеса на Дальнем Востоке. Ирина Мокрецова, Станислав Лазебный, Новости на Восьмом.